Привет всем любителям физики и физического эксперимента! С вами Андрей Щетников. И раз уж мы занялись движением шарика по вращающемуся столику, то имеет смысл продемонстрировать и объяснить еще один очень любопытный физический эффект, чем я сейчас и займусь. И для этого опыта надо сначала столик выставить по возможности горизонтально. Я проверяю это, положив на него стальной шарик, он никуда не катится. А если я столик чуть-чуть наклоню в вашу сторону, то понятное дело, что и шар будет скатываться к вам. А теперь я такой наклон чуть-чуть даже увеличу и зафиксирую, подложив под ножки деревянный брусок. Раскручу столик и положу на него шар. А теперь я его отпускаю и шар катится не к вам, но поперек столика. Давайте я этот наклон увеличу. Подкручу посильнее. Ну и шарик все равно движется поперек, только движение стало более быстрым. И подложу под ножки еще один брусок. Наклон стал совсем большим. Отпускаю шарик, а он все так же движется поперек столика. И надо сейчас посмотреть на это движение сверху. Шарик раскручен и отпущен. Направление уклона столика показано стрелкой и траектория шарика очень напоминает циклоиду. Шарик уходит вниз по уклону, разворачивается и вновь поднимается наверх, делая это раз за разом. Такое движение физики называют дрейфовым. И если шарик действительно дрейфует поперек уклона, то направление уклона надо подкорректировать. И оно было вот таким. Теперь нам надо перейти к объяснению. И чтобы это объяснение было максимально простым, я запущу шарик чуть по-другому. Удерживаю его здесь ложкой, а потом делаю такой небольшой толчок вверх. Давайте посмотрим, как он при этом движется. И теперь шарик выписывает петли, радиус кривизны которых в верхней части траектории меньше, чем в нижней. И похоже, что за счет этого шарик и смещается влево, поперек уклона столика. И все это действительно можно объяснить на пальцах, как завещал мне Алексей в предыдущем ролике. Ну для этого надо вспомнить, что когда столик не наклонен, шарик движется по окружности, радиус которой вычисляется как отношение скорости движения шарика к угловой частоте омега со звездочкой, с которой он совершает свое движение по столику. А это сама частота есть k умножить на омега, где омега уже есть угловая частота вращения столика. Ну а коэффициент k мы его в предыдущих роликах много раз уже вычисляли. И для полой сферы он равен 2,5. Но все это не так важно, как само объяснение, которое теперь можно, исходя отсюда, себе составить. В самом деле, когда шарик уходит вверх по столику, его скорость уменьшается, ведь он поднимается вверх и приобретает потенциальную энергию за счет кинетической. А когда он уходит вниз по столику, наоборот, потенциальная энергия переходит в кинетическую, его скорость увеличивается. Ну и значит, внизу радиус больше, вот он совершает большую такую окружность, а вверху радиус меньше, снова больше, снова меньше. И таким образом шарик и дрейфует поперек уклона столика. Объяснение закончено. Движение шарика, которое показал Андрей, действительно очень напоминает циклоиду. Когда колесо катится по дороге, то точка на его ободе описывает обычную циклоиду. И это то, как двигался шарик в первом опыте. А если у колеса есть реборда, которая выступает за рельс, то точка на реборде описывает эпициклоиду. И мы видим характерные петли, которые были во втором опыте. Но вот чего я не понимаю. Когда колесо катится по дороге, мы вообще не рассуждаем о силах, которые на него действуют. У нас чисто кинематическая картинка сложения двух движений. Поступательного движения центра колеса и вращения точки на ободе или за ободом. А когда мы имеем дело с шариком на вращающемся столике, то ясно, что траектория получается как результат действия каких-то сил. Это существенно динамическая картинка. И пока между этими двумя случаями связи я не вижу. И чтобы еще сильнее запутать Алексея, а потом начать отсюда распутывание, я добавлю к этой истории еще одну картинку про движение заряженных частиц в скрещенных электрическом и магнитном полях. Но я начну просто с движения частицы в магнитном поле. Пусть направлена на нас и в нем движется частица с зарядом q и со скоростью v, которая перпендикулярна полю. Ну а тогда на такую частицу действует сила Лоренца равная произведению заряда на скорость, на величину магнитного поля и направленная перпендикулярно к скорости. Значит она величины скорости не меняет, но все время меняет ее направление. И частица в результате движется по окружности с центростремительным ускорением, которое мы найдем, поделив эту силу на массу, ну и получаем qvb делить на m. И еще интересное добавление. Найдем частоту, с которой частица вращается по этой окружности. Значит надо для этого ускорение поделить на скорость, и мы получаем вот такую величину qvb делить на m, которая от скорости вообще не зависит. Вот эту частоту называют ларморовской частотой. И все это нам рассказывает о том, что с какой бы скоростью ни двигалась частица, с маленькой или с большой, она будет двигаться по окружности с одной и той же частотой. Но у каких частиц скорость маленькая, там радиусы будут маленькие. А у каких частиц скорость большая, там радиусы будут большие. А теперь мы добавим к магнитному полю перпендикулярное ему электрическое поле E. И посмотрим, как будет двигаться частица в таких скрещенных полях. Ну понятно, что она разгоняется по электрическому полю и набирает скорость. А это значит, что когда магнитное поле ее отклоняет перпендикулярно, она двигается по окружности относительно большого радиуса. А потом она уже движется против электрического поля, теряет скорость и, ну так сказать условно, вверху радиус окружности становится меньше. Ну и таким образом получаются петли большой радиус, маленький радиус, большой-маленький, большой радиус. И частица дрейфует в скрещенных электрическом и магнитном полях. Правда же, это похоже на то, как шарик дрейфовал на вращающемся столике. Да, действительно похоже. Аналогия с заряженной частицей многое проясняет. Сила Лоренца не меняет величину скорости заряженной частицы и заставляет направление скорости все время поворачиваться. А электрическое поле, наоборот, изменяет величину скорости. Ну и за счет этого появляется дрейф поперек электрического поля. И точно также на вращающемся столике силы сцепления, они обеспечивают движение по окружности и здесь тоже величина скорости шарика не меняется. А когда мы наклоняем столик, то появляется компонента силы тяжести, которая как раз таки меняет величину скорости и вызывает дрейф поперек наклона столика. И вот Алексей, как мне видится, прекрасно рассказал аналогию между движением заряженной частицы в скрещенных электрическом магнитном полях и движением шарика по наклонному вращающемуся столику. Хотя сказать честно, некоторые вопросы, связанные с движением материальной точки на ободе колеса по циклоиде, у нас остались, но мы их осветим в каком-нибудь другом ролике. А теперь настало время перейти к нашему традиционному заключительному вопросу и он будет таким. Я раскручиваю столик и спрашивается, могу ли я запустить шарик по столику таким образом, чтобы он двигался поперек столика по прямой линии, а не выписывал петли. Ваши соображения на этот счет пишите в комментарии к этому ролику на ютубе. Спасибо. Спасибо.